Образовательные программы, реквизит, техническое оснащение все так и ждет наступления 1 сентября. Дополнительное образование является очень востребованным в нашем регионе и развивается на достойном уровне. Если учесть, что в школах города Рязани будет обучаться на 1 сентября более 48 тысяч, то более 21 тысячи посещают дополнительное образование, то есть практически 50%. Другие дети выбирают для себя занятия спортом, а также посещают учреждения культуры. Что касается дополнительного образования, в Рязани существует 17 учреждений, где юные горожане могут посещать различного рода кружки и секции. В некоторых из них ведется подготовка детей с самого раннего возраста, например, как в Центре детского творчества «Феникс». Учреждение действует с 83-го года. В нашем учреждении занимается на сегодняшний момент 1584 ребенка. И возрастная категория, если мы говорим про образовательные услуги, то это от 5 до 18 лет. Помимо этого в учреждении реализуются и другие программы, развивающие циклы, реализуются социально значимые проекты. И в этом случае мы задействуем другой контингент детей более младшего возраста и более старшего возраста. В этом центре действуют 134 программы различной направленности. Основной популярностью пользуются социально-педагогическая и художественно-эстетическая программы. Среди дошкольников наиболее актуальной в наше время является служба социально-психологического сопровождения. Это психологи, логопеды, социальные педагоги для раннего возраста. Для более старших детей более 10 лет действует городской штаб школьного актива. И два года существует мощное подразделение – Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал». Эти дети проводят различные социальные акции, принимают участие в множестве мероприятий, организованных, например, администрацией города и министерством образования. Честно вам скажу, что несколько наших выпускников, кстати, городского штаба школьного актива работают у нас в администрации города Рязани. Вообще наш коллектив очень любит оставлять еще себе, не только продвигать людей, может быть, во власть, или занимать потом какие-то определенные посты в руководстве нашего города, но также еще оставляем себе. Поэтому львиная доля педагогов нашего коллектива, а, собственно говоря, у нас 43 человека работают на базе нашего учреждения, это наши бывшие воспитанники. К слову сказать, в подобного рода центрах существуют и курсы для родителей, где они могут получить знания, которые помогут в воспитании детей и в общении с ними. В Рязани в последнее время открылись еще некоторые возможности для детей, которые раньше были недоступны. Из Нового, буквально в канун Нового года было открыто отделение при Центре детского творчества, при Окске, для детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому продолжаем заниматься этим вопросом, и по трем направлениям будут открыты кружки именно вот в этом центре. Также мы продолжаем заниматься техническим творчеством. У нас представлены кружки робототехники, это в Мечте, в Стрекозе и на станции юных техников. Так что от макраме танцев и до робототехники. Юным рязанцам будет чем заняться помимо школьных уроков, главное, чтобы они определились со своими желаниями и планами на дальнейшую жизнь. Пойдем. Пойдем.